Здравствуйте, мои дорогие зрители! Вы вновь на моём канале Таня из Англии. В прошлом видео я рассказывала о том, что в нашем городе будет протест. Многие знают о том, что сейчас происходит в Великобритании, обстановка неспокойная. Поэтому хочу продолжить это видео и рассказать, был ли протест в нашем городе и какая обстановка на сегодняшний день в нашем городе. Но я хочу коротко сказать сначала, а потом более подробно объяснить о том, что сейчас всё спокойно, именно в нашем городе. Наш город, прямо некоторые даже переспросили в комментариях, как называется, по-русски это Нардхэмптон, ну вот так принято, если по-английски, то Нардхэмптон. Вот так называется наш город. Да, протест был, как я и говорила, это было в среду, но я бы назвала это даже не протест, а как митинг был. Да, люди пришли на Кэттеринг-роуд, и всё было спокойно. Ну, достаточно много было людей, мы не были. Как я и говорила в прошлом видео, мы на такие мероприятия не ходим. Потом немножко подробнее об этом объясним. Вот, и всё было спокойно. Были только местные, но насколько я знаю, потому что, ну так, тоже общались на работе, вот мой муж с разными людьми, не было приезжих. Я думаю, если были бы приезжие, возможно, было бы не настолько спокойно. Ну, кто знает, может быть, что-то бы произошло. Никто ничего не сломал, ничто не подожгли. Поэтому наш протест, вот так скажем, митинг прошёл спокойно в нашем городе. Я действительно этому очень рада. Потому что, ну, всё ломать, крушить, поджигать, ну, ни к чему это тоже хорошему не приводит. Да, я прекрасно понимаю родителей, я прекрасно понимаю людей. Да, люди хотят защищать своих детей. Но я считаю, что это должно делать правительство. Я вот размышляла над этой ситуацией. Я думаю, ну как так получилось, что в детское учреждение попал абсолютно посторонний человек? И почему не проверили его сумки, не проверили его карманы? У него было, ну, мы знаем, нож в кармане или где-то там, я не знаю, в сумке в какой. Но почему не проверяют? Ну, вот смотрите, вот когда мы в аэропорту, как нас там проверяют? Вот, сканом всё-всё проверяют, сумки, наши карманы, ну, полностью человека проверяют. Я считаю, что вот такая проверка должна быть везде, особенно в детских учреждениях. Вот тогда мы будем более безопасно жить и будем более спокойны за своих детей. Но почему пустили постороннего человека, я вот действительно не понимаю, да? Вот, поэтому если бы, ну, вот усилить вот эту безопасность, то, конечно, мне кажется, было бы поспокойнее. Конечно, сейчас в сердцах родителей особенно есть эта тревога, есть переживания за детей. Конечно, очень сильно родители переживают. Не только, например, иммигранты, но и англичане. Вообще все-все-все переживают. Да, до сих пор эта боль сидит в сердце людей, в сердцах людей, да? И я благодарю за комментарии, которые основная масса, конечно, меня поддержали, о том, что мы не участвуем во всём этом. Но я хочу сказать, ну, я ничего не могу поменять. Кто-то меня осудил в комментариях, но я ничего не могу сделать. Ну, я с маленьким ребёнком, у меня маленькая девочка, что я буду что-то делать? Вот. Я считаю, что мы должны быть подальше, особенно родители, дети, подальше от всех этих событий. Ну, насколько это только возможно. Поэтому мы были дома. А, дальше такой момент в отношении нашего города. Она тут, тогда была перекрыта дорога, Катерин Кротт. Может быть, ещё какие-то дороги были прикрыты. И, например, мой муж, он был на работе, и он возвращается домой где-то без 15, 7. А митинг этот около 8 часов. И он приехал почти где-то полвосьмого или даже без 28. Почти на целый час он задержался, потому что были пробки, трафик, как по-английски, да? Вот. Ну, на тот момент. Но я так думаю, что именно это было из-за этого, из-за того, что вот это было событие, да? Такой-то этот протест, этот митинг в нашем городе. Потому что он никогда так не задерживался, и он говорит, что он там застрял на М1 и очень-очень долго. Ну, просто, возможно, тот, кто планировал через эту дорогу, поехали другой, и, соответственно, был вот такой трафик, и вот такая была пробка. Но, ещё раз повторяю, всё действительно было спокойно. Всё прошло спокойно. Но, конечно, ситуация дальше в Великобритании ещё неспокойна. Но я знаю, что уже многих арестовали. Где-то 400 человек. Вот я читала в новостях, да? Вот. И, ну, вот именно те, которые... Как бы сама вот Англия, она не против этих протестов, честно. Если это мирно всё. Но когда всё разрушают, когда всё там грабят, ломают... Или, например, полицейскую машину я видели, как всё-всё там камни кидали, и всё. Многие полицейские пострадали. Но это, наверное, тоже не совсем правильно. И не знаю, наверное, как-то совсем этим надо по-другому бороться. Хотя, конечно, мне, ещё раз я повторяю, мне безумно жалко этих детей. И я тоже боюсь за свою девочку. Например, моя мама, она живёт в Башкирии, вот из России. Как она переживает? Она мне постоянно звонит. Как вы там, что вы там? Берегите мою внучку. Конечно, мы переживаем. Конечно, я хочу, чтобы было спокойно. Вот. Но вот такова жизнь. Нигде нет спокойного места сейчас на Земле. Но я рада, что именно в нашем городе всё спокойно. Дорогие мои, я знаю, что многие меня смотрят с Великобританией. Напишите, пожалуйста, как у вас обстановка? Какая у вас обстановка в вашем именно городе? Да, потому что давайте будем как-то связь поддерживать. Некоторые мне тоже написали, вот в нашем городе спокойно. Просто там привет от какого-то города мне передали, тоже это в Великобритании. Поэтому давайте напишем, что и как. Давайте, ну не будем такими немножко равнодушными. Мне тоже было бы интересно узнать. Потому что, знаете, иногда новости, они немножко искажают. Не всегда могут вот стопроцентную правду показывать. Могут где-то преувеличить, где-то немножко преуменьшить. А люди, которые вот так вот, как мы общаемся, я думаю, это более достоверная и точная информация. Я всем сердцем желаю, чтобы всё это закончилось. Чтобы Англию сделали, ну насколько возможно, безопасно. В первую очередь это дети. Но я ещё раз повторяю, я лично, но я ничего не смогу сделать. Это только может именно полиция или правительство. Как-то усилить, максимально усилить безопасность. Чтобы наши дети могли спокойно ходить в школу. И наши дети могли спокойно ходить в разные кружки. Потому что это же такое страшное событие, трагедия произошла. Именно был детский кружок, такой танцевальный кружок. Ещё помимо этих трёх девочек, ещё несколько девочек пострадали. Но вроде как уже говорят, что кого-то выписали из больницы. Но всё равно это очень-очень страшно. Это просто ужасно. Дорогие мои, всё, я вам рассказала нашу обстановку. Всё, ещё раз повторяю, у нас пока спокойно. Надеюсь, всё успокоится. Всё, вы на моём канале, Таня из Англии. Пишите, пожалуйста, комментарии. Обязательно пишите именно, особенно те, которые живут в Англии. Я ещё раз повторяю. Мне лично, лично тоже очень... Я не хочу сказать, что там интересно, любопытно. Это не то слово. Но я переживаю, и мне просто интересно, какая обстановка в других городах. И поэтому напишите об этом. Поэтому два раза уже даже об этом попросила. Извините, иногда два раза повторяюсь. Всё, буду прощаться. Вы на моём канале. Обязательно в следующем видео увижусь. Увидимся с вами. Немножко даже язык заплетается. Потому что, знаете, вот это на сердце тревога такая. И поэтому порой вот даже слова заплетаются. Всё, всем пока-пока. Вы на моём канале Таня из Англии. До новых встреч.